Как доложила на планерке замглавы Людмила Гузенко в преддверии праздника Пасхи, в Анапе по доброй традиции снова будут установлены несколько деревьев вербы желаний. На открытках дети-сироты уже написали свои желания. То, чего бы им хотелось получить в праздник Пасхи больше всего. Любой анапчанин может выполнить желание сироты, сняв открытку с просьбы с дерева. В анапском здравоохранении успешно применяется санавиация для транспортировки тяжелобольных в краевую больницу. Замглавы Людмила Гузенко дала поручение Управлению здравоохранения подобрать подходящую площадку для санитарного вертолета, максимально приближенную городской больнице. Вячеслав Александрович, у нас в этом году уже шесть анапчан были доставлены в Краснодар с помощью санавиации, то есть на вертолете. Но каждый раз мы ищем место для посадки вертолета. Поэтому предлагаю вам внести предложение изучить ситуацию. О доходах бюджета курорта на сегодняшний день сообщила заместитель главы Яна Дуплякина. Муниципальная казна за три месяца пополнилась на 397,5 млн. рублей. В Анапе продолжаются посевные работы. По словам замглавы Михаила Баюра, аграрии подошли к отметке 50% выполнения запланированного объема обработки пашин. Параллельно идет инвентаризация земельных угодий, после чего нерадивые пользователи своих наделов лишатся. Анапа продолжает подготовку к курортному сезону, в рамках которой не только благоустраиваются и озеленяются курортные территории, но и идет наведение порядка в сфере торговли. Так, поручение данное мэром Анапа на прошлом планерном совещании уже выполнено. Торговые ролеты на набережной в районе ресторана Ковчег полностью демонтированы. Этим летом гости курорта смогут спокойно прогуливаться по Теренкуру, и никто не будет раздражать их, навязывая свои товары и услуги. Борьба с несанкционированной и нецивилизованной торговлей будет продолжаться. Тему летнего отдыха продолжила замглавы Людмила Гузенко. Так же, как и в прошлом году, в 28 школах будут организованы лагеря дневного пребывания, рассчитанные на 3800 учащихся. Более 200 крупных культурно-развлекательных мероприятий пройдут в Анапе этим летом, программа которых в ближайшее время появится на официальном сайте курорта. Так же на планерке стало известно, что уволилась заместитель главы Татьяна Завизион, которая курировала санаторно-курортную отрасль, торговлю и общепит. На эту должность Татьяна Завизион была назначена в мае 2012 года, а до этого трудилась начальником управления по молодежной политике. Так же стало известно, что назначен новый начальник управления имущественных отношений Елена Буряк. Вадим Родин, Андрей Сарадубцев, Роман Карпов, Анапа-Регион.